Всем привет! Как и обещал на прошлой неделе, сегодня мы продолжаем обучающий курс по контекстной рекламе. На прошлой неделе мы выяснили, что же это такое, как контекстная реклама выглядит, где она показывается. А сегодня давайте попробуем разобраться, для чего она подходит, где ее можно применять. По-хорошему, контекстная реклама умеет решать две задачи. Это либо повышение продаж вашего магазина, либо вашей компании, либо привлечение целевого трафика на ваш сайт. В первом случае вы решаете задачу именно продаж. Вы можете завести объявление по всем видам товаров, которые у вас есть, либо по всем видам услуг, которые вы предоставляете. В втором случае это история, скорее, про привлечение трафика на информационные порталы, информационные ресурсы, либо на ресурсы, которые не занимаются прямой продажей чего-то. Ну, к примеру, у вас есть расписание кино, обзоры, там, игр, новостные какие-то ресурсы. Инструмент повышения продаж. В этом случае вам важны целевые действия. Если вы что-то продаете, то для вас целевым действием является либо оформление заказа с дальнейшей его оплатой, либо заказ обратного звонка в ваш интернет-магазин, либо заказ, там, к примеру, замера оконного проема или дверного, если вы занимаетесь установкой пластиковых окон, либо квартирных или межкомнатных дверей. В этом случае вот для вас целевым действием основным это является оформление заявки, заказ обратного звонка, либо звонок входящий, сейчас есть инструменты, которые позволяют это отслеживать, либо хотя бы посещение страницы заказа или страницы с картой проезда к вашему офису или магазину. Во втором случае увеличение посещаемости с сайта это, ну, в этом случае контекст становится инструментом, который позволяет привлекать большое количество недорогого, но качественного трафика. Объясню, почему недорогого. Как правило, в контекстной рекламе основная конкуренция сконцентрирована в тематиках что-то продающих. Я немного позже расскажу про запросы, которые позволяют привлекать именно потенциальных покупателей. Ну, здесь понятно, что когда рекламодатель нацелен на продажу чего-то, он готов платить большую стоимость. Когда вам нужна просто многочисленная аудитория на ваш сайт, вы, наверное, не готовы платить большую стоимость за одного целевого посетителя, но при этом вам важно, чтобы их приходило как можно больше, чтобы как можно больше людей видели ваш контент, возможно, делились с ним в социальных сетях, либо каким-то образом переслали своим друзьям по скайпу, другим мессенджерам, и в этом случае для вас очень хорошо подходят трафиковые либо одноцентовые так называемые рекламные компании. Они намного массивнее, как правило, чем продающие, стоят там из нескольких тысяч ключевых слов и показываются со стоимостью перехода буквально 5-10 центов, это довольно дешево сейчас для рынка контекстной рекламы. Что очень важно, когда вы размещаете продающую компанию, вам необходимо отслеживать, во-первых, актуальность предложений, которые у вас представлены. Это вот то, о чем я говорил на той неделе. Например, у вас есть 150 видов какого-то товара, и, к примеру, 20 наименований у вас постоянно меняются. Ну, либо там они очень быстро продаются, либо, наоборот, медленно продаются, либо они сезонные, и там, к примеру, продавать шубу летом, наверное, не очень выгодно, потому что все-таки осенью-зимой лучше покупают. Поэтому вам необходимо отслеживать актуальность этих предложений и довольно оперативно их либо отключать, либо подключать. Это позволит вам просто не перетрачивать лишний бюджет и концентрировать ее на продаже тех товаров, которые на текущий момент пользуются большим спросом, ну, либо приносят вам большую маржу, большую выручку. Когда вы говорите про увеличение посещаемости сайта, то вам необходимо обращать внимание на стоимость клика, она должна быть как можно меньше. Для этого необходимо очень плотно работать с аналитическими системами, которые показывают, с каких запросов к вам приходят наиболее качественные пользователи, а качество пользователя отслеживается, ну, в данной ситуации, в данном случае по его сессии, продолжительности сессии, то есть пребывание на сайте, по количеству просмотренных страниц, возможно, каким-то дополнительным действием. То есть, ну, если у вас информационный ресурс, то люди обычно там делятся статьями, роликами, какими-то обновлениями, обзорами в социальных сетях, то есть делают репосты к себе на стену, пересылают друзьям каким-то способом. То есть вот вам необходимо отслеживать именно эти взаимодействия и отказываться от запросов, которые приводят наименее качественных людей, то есть людей, которые быстро уходят с сайта, не достигают, там, к примеру, трех, четырех или там десяти страниц, если у вас много контента, просмотров, если они не достигают необходимой продолжительности своего визита на сайт, то есть от них нужно избавляться и оптимизировать вот этими способами расход своего бюджета. Очень важно понимать, что контекстная реклама, она прекрасно решает задачи по увеличению продаж и по привлечению целевого трафика на ваш сайт, но контекстная реклама не способна качественно решить вашу имиджевую задачу. То есть если вы хотите, чтобы ваш бренд лучше узнавался на рынке, чтобы ваши потенциальные покупатели обращали внимание на ваш логотип, либо запомнили какие-то ваши спецпредложения, акции, вот много людей об этом узнало, вот контекст вам совсем не подходит. Для этого есть медийная реклама баннерная, которая позволяет разместить в красивом графическом формате и ваш логотип, оформить баннер в каких-то фирменных цветах вашей компании, разместить в красивом, доступном, понятном формате спецпредложения, ну, к примеру, какая-то акция у вас проходит, да, или вы даете какой-то ценный подарок за приобретение того или иного товара либо за заказ той или иной услуги. Вот для этого нужна баннерная реклама. Наверное, в рамках этого курса мы не будем глубоко уходить вот в эту тему и обсуждать баннеры, да, но на самом деле существует такой продукт, который позволяет совместить и контекстную составляющую, и медийную. Это медийно-контекстный баннер Яндекса, в чем его сходство с контекстной рекламой. Он показывается также в результатах поиска Яндекса, вот, также показывается в ответ на поисковый запрос пользователя, вот, но при этом он имеет графический формат размером 200 на 300 пикселей, ну, на самом деле для всех, наверное, распространенных на сегодняшний день разрешения экранов это довольно большой, хороший формат. Он позволяет разместить много информации, он может быть динамическим, то есть со сменой кадров, может быть статическим. Он позволяет показать и какое-то предложение, ну, к примеру, если вы продаете квартиры в каком-то новом жилом комплексе, да, он позволяет показать и как этот комплекс выглядит снаружи, ну, там, возможно, какая-то 3D-модель или качественная фотография, он может показывать планировки квартир, которые в этом доме есть, и, естественно, какие-то предложения, там, стоимость квадратного метра, там, какие-то скидки, либо дополнительные преимущества проживания в вашем комплексе, ну, там, подземный паркинг, хорошая инфраструктура, развитая вот в районе, там, грамотный консьерж или огороженная территория. Выглядит медийно-контекстный баннер вот таким вот образом, то есть, как вы видите, по запросу квартиры в Москве, вот мне показался Новогорск квартира, это вот Олимпийская деревня. Как вы видите, баннер довольно крупный, вот, на самом деле он был анимирован, но просто скриншот не позволяет это вам показать. В чем, наверное, преимущество медийно-контекстного баннера? Во-первых, это все-таки контекстная реклама, то есть, вы привлекаете не просто людей, которые пришли на ту или иную страницу, ну, Яндекса в данном случае, да, вот, а вы привлекаете людей, которые, ну, заинтересованы, ну, в данном случае, недвижимостью. Не факт, что человек собирается купить квартиру или снять, ну, совершить какую-то коммерческую сделку с недвижимостью, но явно интерес у него какой-то есть. Как правило, просто так у человека не возникает интерес к той или иной тематике, то есть, вероятно, он планирует все-таки совершение коммерческой сделки, возможно, не прямо сейчас, но когда-то, в дальнейшем, через месяц, через полгода или через год, но, вероятно, планирует. Поэтому показать ему свой баннер со своим логотипом, с каким-то интересным предложением ему все же стоит, потому что, когда вот он созреет и придет к тому моменту, когда ему нужно будет определиться с партнером, у которого он будет покупать вот товар или услугу, вероятнее всего, он о вас, ну, он может вспомнить. Дальше. Медийно-контекстный баннер очень хорош для разогретых и конкурентных тематик, таких как недвижимость, пластиковые окна, языковые переводы. В общем-то, тех тематик, где много рекламодателей, где очень сильно завышены ставки за один целевой контакт, за клик. Почему выгоден? Потому что у медийно-контекстного баннера есть зафиксированная стоимость тысячи показов, то есть он оплачивается не по кликам, а вот по охватности, по показам. И насколько бы вот не была разогрета тематика в Яндекс.Директе, стоимость одной тысячи показов медийно-контекстного баннера всегда будет одинаковой. А за счет того, что это медийно-контекстный формат, CTR по нему, ну, соотношение количества кликов, количество переходов, как правило, получается достаточно для того, чтобы дешевле выкупить тот трафик, который вот вам намного дороже обошелся бы в том же самом спецразмещении. Медийно-контекстный баннер также можно таргетировать по регионам, соответственно, вы не обязаны размещать его по всей России, там по всему СНГ или по всему миру. В каком регионе работаете, в таком показываете. То есть если вам не нужны люди, там, из Екатеринбурга, не надо показывать баннер им. Тем не менее, в медийно-контекстном баннере есть, ну, наверное, это не совсем минус, это его особенность. К примеру, если в Яндекс.Директе вы можете использовать запрос «купить квартиру в Москве», то вот медийно-контекстный баннер не позволит вам поставить именно такой запрос. Вы сможете разместиться по запросу «квартира», «квартира в Москве», «квартира в России», «квартира в новостройке», но вот продающего слова «купить», «цена», «просмотр», «скидка» вот не сможете. То есть по правилам Яндекса это, к сожалению, запрещено. На следующей неделе я вам расскажу про то, как устроена рекламная кампания, про то, как правильно подбирать запросы. Мы заострим своем внимании на подборе запросов под контекстную рекламу в Яндекс.Директе и Google AdWords и вкратце расскажу о том, как правильно подбирать запросы под медийно-контекстный баннер. Всем пока!